Любители Москвы, вы смотрите передачу обозрения московских храмов и мы продолжаем знакомиться с храмами Азамоскворечья. Вот та церковь Никола в Пыжахе, о которой я рассказывал вчера. И совсем неподалеку от нее тоже на этой улице Большая Ордынка находится, вон видите еще одна церковь, они буквально друг с другом перекликаются. Это уже на этой же стороне, если по ходу движения, то получается на левой стороне Большая Ордынка 39 находится еще одна церковь, православный храм в честь Иверской иконы Божьей Матери. Но в отличие от той церкви, которая очень красиво оформлена в стиле русского зороча, этот храм наоборот довольно строгий, с небольшим снезащитным декором и построен в стиле классицизма. Был он построен в конце 19-го, 18-го, начале 19-го веков, то есть на рубеже 18-го, 19-го веков. Но его строили несколько лет по проекту знаменитого архитектора Ивана Еготова, который был учеником, еще более знаменитого архитектора Матвея Казакова. Вот, ну надо сказать, что храм тоже здесь, на месте этого храма, ныне существующего когда-то, точно так же, как и на месте храма Николай в Пыжахе, и на месте многих других храмах был другой храм, вот, ну, по крайней мере 17-го века. И он был в честь Георгия Победоноса. Вот, и храм был, конечно, деревянный тоже, так же, как практически все тогда храмы в Москве. Вот, ну, и потом он обетшал, как и, опять же, многие другие подобные деревянные храмы, и его сменил вот этот вот. В конце 18-го века уже его разобрали, тот деревянный храм, и на его месте построили на ныне существующий. Вот, по проекту, как раз, Ивана Еготова. И изменилось посвящение, то есть, главный престол стал, вместо Георгия Победоноса, стал Иверской иконой Божьей Матери. Иверская, значит, Иверия, это Грузия, ну, то есть, та икона, которая явилась на территории современной Грузии. Вот, ну, а потом списки были перенесены уже и в Москву, ну, и, очевидно, здесь тоже хранился один из списков, копий, вот этого чудотворного образа Иверской иконы Божьей Матери. И вот эта переулка, с которой выезжает машина, вот эта черная, вот, он называется Иверский переулок. Вообще, мало кто знает о его существовании, но вот он, однако же, существует и связывает вот эту улицу Большой Ордынка и с улицей Малой Ордынка. Он совсем маленький, буквально меньше 100 метров, но, однако же, он есть. Вот, вот так выглядит этот храм. Видите, ротандальный храм и колокольня, вынесенная с колонным портиком, практически на проезжую часть рядом проходит. Вот он, видите, Иверский переулок, совсем небольшой, маленький. Вот, ну, и, соответственно, связывают эту колокольню и основной объем храма, трапезная, в которой сейчас два предела. Это как раз вот Георгия Попедоносца, то есть в память о том, о главном престоле, того храма, который до него стоял, до этого храма. Вот, то есть предел, сейчас Георгий упоминался. И второй, придет в честь мученика Иоанна Война, который тоже был в предыдущем храме, который здесь находился. Ну, и храм этот во многом был построен на деньги купца Савина, который здесь проживал. Ну, и, может быть, даже по его воле как раз престол, главный престол переименовали, сделали в честь Иверской иконы. Ну, может быть, он очень почитал Божью Матерь, возможно. Вот, так же, как и храм Никола в Пыжах, этот храм в советское время закрывался. Вот, ну, вот видите, тут идет реставрация старого здания. Тут была усадьба Петрова, неподалеку находилась, 18 века. Ну, и сейчас вот идет реставрация. Это здание, по многому, еще вот тут старая Москва. Ну, а вот сзади там уже, наоборот, у нас новые здания. Вот, поэтому интерьер здесь весь новый. То есть, с тех пор, в советское время, тут все было разорено. И лишь буквально несколько икон удалось сохранить. В том числе, кстати, вот Иверский образ, который перенесли, перетащили в храм Николая Чудотворца в Кузнецках, о котором я уже рассказывал. Ну, и который тоже находится, в общем-то, не так далеко отсюда. Ну, хотя не очень близко, но он не закрывался, тот храм, один из немногих, который за Москворечь не закрывался. Ну, и вообще в Москве. Ну, вот видите, типичная для храма планировка, как видите, вот два предела. Ну, и дальше там вот главный престол, вот впереди, как раз Иверская икона Божьей Матери. Вот, поэтому, святые, тут был какой-то клуб, причем клуб авторемонтного завода, второго авторемонтного завода, который находился напротив. Вот, это там, где сейчас находится бизнес-центр «Легион», ну, и другие там современные здания. Там большую территорию занимало именно вот авторемонтный завод. Где-то до 2000-х годов. Вот, так что, тут все фактически вычистили, и святынь здесь не сохранилась. Икона, которую мы здесь видим, они все новые. Эти храм был расписан. Вот, под руководством Олега Курко. Вот, это был так вот, можно сказать, ну, и может он и сейчас жив, я точно не знаю. Но вот он расписывает храм. 2000-е годы, 2010-е. Вот, ну, видите, храм фактически заново расписан, да. Ну, видно, что интерьер, конечно, в значительной степени новый. Пол тоже, вот видите, наверное, мрамор блестит. Так что, видно, что храм закрывался, но при этом он все-таки, конечно, и с другой стороны видно то, что вот такая планировка, структура. Вот, в целом, расположение престолов, оно, конечно, старое, древнее. То есть, и понятно, что храм не новый, в смысле, не то, что вот недавно его построили, как вот сейчас строят храмы, да. Особенно на окраина города, конечно. Ну, и здесь есть церковная лавка, в которой можно приобрести магнит, также и книги. Вот об этом храме. Есть тут мощевики, частицы мощей, многие святых, многие иконы тоже. Ну, и опять же, икона новая, но с частицей мощей святых. А есть еще икона, которую написал Олег Курко, это вот цвета и чудотворная Русь православная. Это такая, в общем-то, уникальная икона, которую он писал около чуть не больше 10 лет. Ну, и она изображает, так сказать, всю Россию, там от Соловков до Владивостока, ну и, короче, с юга на север. И там разные святые, которые прославились на территории современной России. Ну, она-то по-разному называлась еще, но вот с древности до настоящего времени. Ну, вот так выглядит этот храм, видите, такая массивная ротонда, и по всему периметру ее обходят окна в таких оригинальных обрамлениях тонкими колоннами, которые сгруппированы попарно. Ну, и они поддерживаются такой небольшой атих с крупными шишками по углам. Ну, и вот этот вот, видите, тоже в нижнем ярусе видны резолиты, которые украшены портиками. Вот, колонный портик особенно выделяется, конечно, вот этот входной портик. Вот, но в целом, как и подобает классицизму, украшения здесь, конечно, минимальные. Ну, и колокольня, видите, в виде шпиля такого сделана. Двухъярусная. Ну, такой немножко зажатый храм, особо разгуляться тут уж не получится, но небольшой там Иверский сад есть. Ну, вот, видите, вот о чем я говорил, да, то есть вот есть магнит, можно купить. И вот такие вот брошюрки, ну, вот, немножко о храме, адрес, там, сайт вот можно почитать. Там, в принципе, есть информация, может, не так много, но есть магнит. Ну, и есть, вот видите, такой небольшой, совсем маленький, буквально буклетик, да, и, в общем-то, такая небольшая брошюра. Даже, может, да, не очень большая, но, с другой стороны, самое главное там есть. Вот это как раз то, что, в общем-то, и должно быть в каждом храме. То есть вот, кратко, да, видите, 21-й год, то есть не так давно вышло, но при этом она хорошо иллюстрирована и, в общем, кратко, и с давних времен, и до сегодняшнего дня все рассказывает, показывает и рассказывает то, что есть в этом храме, скажем так. И что было в нем когда-то. Кстати, здесь есть, так сказать, икона неупиваемой чаши, к ней обращаются желающие избавиться от пьянства традиционно. Ну, может, кому-то и помогать. Кстати, колокольню построили попозже, в 1842 году. Вот, то есть, если храм, это вот рубеж, я уже говорил, конца 18-19 веков, да, то колокольня, она уже, скорее, ближе к середине 19 века. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok